Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames. По очень многим просьбам в этом видео мы попробуем немного разобрать будущего игрового динозавра в The Isle of Rima, Дилофазавра. Отталкиваться мы с вами будем от концепт-артов, разработчика и научно-достоверной информации об этом динозавре. А также мы с вами сравним то, что уже есть в Legacy. Итак, начнем. Дилофазавр – род хищных динозавров из подотряда Терапод, живших в раннем юрском периоде. Достигали длины 7 метров и обладали массой в 400-500 килограмм. Буквально Дилофазавр переводится как ящер с двумя гребнями. Мы не будем сильно углубляться в изучение и строение данных животных. Но что мы знаем наверняка с научной точки зрения? В игре The Isle of Legacy и в жизни Дилофазавр представлен как терапод со средней скоростью передвижения. Да, у Дилофазавра были сильные мышцы ног, что позволяло ему быстро передвигаться. Еще мы знаем, что Дилка в игре также неплохо разворачивается. Как доказано учеными, у Дилки и вправду было гибкое тело, в особенности если брать его длинную шею. Минус в том, что у Дилофазавра были слабо развитые челюсти. И от этого он наносил не сильные укусы противнику. Но ввиду того, что он имел конические зубы по 12 в верхней челюсти и по 18 с каждой стороны в нижней челюсти, он наносил серьезные рваные раны противнику, от которого жертва теряла достаточно много крови. Да, в Legacy так Дилка и представлена. Наносит противнику хороший блит, находясь в статусе первого тира. Накусал и жди, пока противник просто-напросто вытечет. Главное не давать ему рогенить хил и блит. Два его знаменитых гребня на голове. В реальной жизни гребни служили Дилофазавру как украшение. Они наполнялись кровью и меняли цвет, что служило хорошим, приманивая самок во время периода спаривания, а также чтобы напугать противника. Ночное зрение в игре у Дилки самое лучшее зрение. Не относится к тем, кто играет с гаммой. Он видит намного дальше всех остальных динозавров. Но с реальной научной точки зрения Дилка не обладала самым лучшим зрением. Все тераподы практически хорошо видели. Знаменитый купюшон Дилы из фильма «Парк юрского периода». Его нет в игре. Его и не было в реальной жизни. Так же, как и ядовитый плевок в противника. Это все художественный замысел режиссера Стивена Спилберга, чтобы приукрасить саму художественную картину. Поэтому в «The Isle of Rima» не будет данного капюшона и ядовитого укуса и плевка. Потому что мы знаем, что разработчик отталкивается от научных фактов. В «Legacy» ничего такого нет. Но научные факты все-таки присутствуют, которые я озвучил ранее. Даже взять того же Пахича во время. Ты сейчас скажешь, ага, Пахич на стадии Хэч и Джув – это Дракорекс. Пахица-фалозавр, являясь молодой особью, действительно имел череп с выделением многих костяных конечностей. Но по мере роста костяные элементы менялись, и череп полностью менял свою структуру. Надеюсь, я ответил на некоторые ваши вопросы. А теперь концепт-арт-разработчика. Дилофазавр. Каким он будет? Явно таким же, как в «Legacy», но только с новыми анимациями и механиками, системой гнездования и диетами. Забыл сказать, что дилки в реальности были любителями посоперничать с динозаврами более крупного вида, чем они сами. Как мы видим на концепте, дилки будут не против побороться с более крупными видами. Но сражение с ними будет стоить вам жизни. Дилки хорошо наносят Блит – раненый стегозавр, у которого из укушенной лапы течет обильно кровь. В дальнейшем может также привести к гибели соперника. Конечно, когда ты один на один с дилкой на стегозавре, тебя ждет успех. Но когда ты нарвался на стаю дилок, явно ты начнешь задумываться. Мы видим напуганного стегозавра. Дилка, фулл и маленький хэтч. Отсылка явно на гнездование. Дилкам легче выживать в стае. И, кстати, с научной точки зрения, дилфазавры были любителями поохотиться на крупную рыбу в реках. Разработчики, возможно, это нам и обозначили на рисунке. Рыба в составе диет дилфазавров. Обновление номер 6. Кровь. Мы знаем, что разработчики хотят в данном патче ввести разрыв туш на части, расчлененку. Можно увидеть, как группа дилок разрывает тело тенантазавра. Но тенанты еще находятся в сознании. Скорее всего, здесь просто указано так, для нагнетания ужаса в наши умы. И показать нам, насколько устрашающим будет данное обновление. Корнотавр в ловушке дилфазавров. Да, сравнивая данных персонажей с Легаси, на дилочках можно спокойно поохотиться на карничей. Так как последние не очень поворотливые. Корнотавр войдет в систему питания, то есть диет дилфазавров. Ну, а если тебе понравилось данное видео, данный разбор будущих динозавров в The Isle of Rima, обязательно поставь пальчик вверх, подпишись на канал, нажми колокольчик, дабы не пропускать наши новые новости по Isle of Rima. Также вступай в нашу группу ВКонтакте и в наш Дискорд. Все ссылочки будут в описании. Всем хорошего выживания в мире Isle. Пока, до новых встреч!